Всем привет! Рада приветствовать вас всех на своем канале. Сегодня я покажу вот такой необычный способ плетения. Сразу извиняюсь за формат видео, за то, что видео получилось такое вытянутое, но я решила снять процесс прямо во время плетения и не обратила внимания на положение телефона. Поэтому извиняюсь за такой вот небольшой казус. В общем, смотрите, эту технику плетения я увидела у французского мастера одного. Как называется, я вам не могу сказать, но вот постараюсь отметить его аккаунт, инстаграм-аккаунт. Мне очень понравились его работы. Скажу сразу, это плетение не для новичков, то есть здесь нужен опыт, чтобы вы понимали саму механику и вообще какие трубочки по качеству должны быть. Скажу сразу, это плетение достаточно сложное, тяжело держать форму, то есть лучше оплетать или по форме, или иметь прям очень хороший глазомер. Также это плетение должно быть достаточно плотным. Вот прям вот во время плетения я поняла, что прям нужно все хорошо подтягивать, чтобы это было прям плотно-плотно-плотно. Итак, давайте разбираться в схеме. Для того, чтобы плести данным рисунком, вам понадобится две пары стоечек и одна рабочая трубочка. Вот эту нижнюю рабочую трубочку я назову трубочкой номер один, а вторую рабочую трубочку, которую я уже потом буду задействовать, уже назову ее трубочкой номер два, чтобы хоть как-то вот понять и правильно объяснить. Итак, две рабочие трубочки у нас будут. Для плетения нам понадобится две пары стоек с крайней левой стойки. Мы берем вторую трубочку, это трубочка номер два рабочая становится, заводим над двумя стойками вот эту вот рабочую трубочку номер два, поднимаем рабочую трубочку номер один наверх и рабочую трубочку номер два заводим за следующую стойку. Таким образом у нас опять получается две пары. С этих двух пар опять крайнюю левую вторую я завожу над двумя, поднимаю рабочую трубочку номер один наверх и завожу рабочую трубочку номер два за следующую стойку. Вот так, подняла, завела. Следите за механикой, то есть как я это делаю и старайтесь повторить. Таким образом вам будет намного проще понять во время плетения непосредственно. Очень тяжело объяснить эту схему плетения, но как только вы начнете пробовать, вы поймете, что куда должно идти. Главное внимательно смотреть. Вот две рабочие пары, вторую трубочку рабочую я беру, первую поднимаю наверх, рабочую завожу. Для того, чтобы разобраться в этой схеме, прям следите за руками. Смотрите, вот как, куда я веду трубочки, куда завожу. Это прям наглядно, когда вот работаешь и смотришь при плетении, очень помогает. Вообще мне понравилась эта техника плетения, я точно буду использовать при своих, дальше в работе обязательно, то есть буду плести еще плетенки такой техникой, мне она понравилась. Она прям необычно выглядит изделие, очень так эффектно, скажем. Вот, что еще. Смотрите, в работе всегда должно быть две пары трубочек. С этих вот двух пар берем вторую, заводим над двумя, поднимаем предыдущую рабочую трубочку наверх и заводим основную рабочую трубочку за следующую стойку, образовывая таким образом опять две пары. То есть вот раз перевели и у нас опять две пары рабочих. Нижняя трубочка рабочая остается вот внизу. Опять берем крайнюю, с крайней пары вторую трубочку, заводим над двумя и поднимаем. Вот таким образом. Можете сразу перекинуть за соседнюю стойку, как вам удобно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...